Доброе утро, родная Хакайсия! Новый день и начало новой рабочей недели Вместе с вами рады встретить телеканал РТС и я, Ольга Семенова Сегодня расскажем о человеке, который пожертвовал жильем ради спорта Узнаем, что дает завещание и как его составить А в гости к нам придет известный военный экстрасенс Который расскажет, от чего он защищал президента И выполнит задание, которое мы для него подготовили Просыпайтесь, улыбайтесь, будьте открыты всему новому А мы начинаем 25 марта, понедельник, день этот не отмечен в календаре красным цветом Но данный факт не отменяет всех сегодняшних праздников В первую очередь поздравляю всех работников культуры с их профессиональным праздником Творческих вам успехов, признания и новых высот Еще сегодня свой день рождения отмечает первая почтовая открытка В России она появилась в 1872 году Сегодня такие открытки в связи с развитием интернета стали анахронизмом Но в свое время были в центре внимания и вполне заслуженно Филокартия, так называется коллекционирование почтовых открыток Занимает третье место по популярности после марок и монет Мировой рекорд по собиранию поздравительных новогодних картинок Принадлежит жителю Канады, у него их насчитывается 205 120 штук А в 1929 состоялось соревнование между двумя коллекционерами Суть которого заключалась в споре о кругосветном путешествии Почтовая открытка или человек обогнет планету первой Кстати, с разницей в несколько часов победила таки открытка Если ваше утро не обходится без бодрящего напитка, то следующая информация для вас Ученые доказали, что пить горячий чай совсем не полезно В исследовании международного журнала «Рака» сказано, что это плохо влияет на пищевод Наблюдение проводилось целых 10 лет и участвовало в нем 50 тысяч пациентов У тех, кто пил больше 700 мл чая в день температурой выше 60 градусов Риск развития онкологии был выше на 90% Мы ни в коем случае не пытаемся вас напугать или вовсе отговорить пить чай Просто дайте кипятку несколько минут, чтобы он остыл И больше смейтесь, ведь смех и настроение поднимает и пользу организму приносит Наш организм даже безо всяких стрессов вырабатывает примерно 1 мл слез в день Они нужны для смачивания и очищения поверхности глаза Это рефлекторные слезы А бывают и эмоциональные Они возникают, когда мы умиляемся, веселимся или грустим И неважно, плачем мы от горя или от счастья Механизм один и тот же Слезы – это помощь организму в очищении от продуктов распада гормонов стресса Адреналина, норадреналина и кортизола Устранить причину горя они не могут, но нервной системе пережить эмоции будет легче Смех действительно продлевает жизнь И наука это подтверждала уже не раз Оказывается, что способность хорошенько посмеяться снижает риск смерти от инфекции у женщин на 83%, у мужчин на 74% Тут тоже дело в гормонах Когда настроение хорошее, даже раны затягиваются быстрее Поэтому в некоторых детских больницах маленьких пациентов регулярно навещают клоуны Расплакаться без причины не так-то просто Техники выдавливания слез не существует Со смехом все иначе Ему дай только повод, и он сразу вырывается наружу Даже когда это не совсем уместно Например, во время прямых телеэфиров или важных заседаний Врачи предупреждают Прятать и смех, и слезы может быть опасно для здоровья И как говорит наука, горючие слезы – это не фигура речи У слез бывает разный вкус, точнее состав Как оказывается, по слезе можно описать состояние здоровья И даже спрогнозировать, как будет протекать заболевание Слезы вообще могут сказать о многом А теперь экспресс-информация До трехмесячного возраста дети не умеют смеяться На 40% чаще страдают от сердечных заболеваний угрюмые люди по сравнению с весельчаками 10-15 минут смеха могут сжечь количество калорий Эквивалентная плитке шоколада среднего размера 100 километров в час С такой скоростью воздух вырывается из легких во время смеха 17 минут смеха в сутки продлевает жизнь на один год Взрослые улыбаются или смеются в среднем 15 раз в сутки Человек может хохотать максимум час напролет Во всем мире набирает обороты новый экологический сетевой флешмоб Трештек-челлендж Все просто, нужно сделать фото до и после уборки мусора на улице Хотя широкую популярность международный субботник получил лишь в последние дни Его история началась в 2015 году Когда американец по имени Стивен Рейнхельд, гуляя в горах, увидел кучу мусора Убрал его и сфотографировал результат И вот тысячи людей последовали его примеру Очень полезный челлендж, надо сказать, ведь убрать мусор не так уж и трудно А вот житель Хакайси совершил поистине героический поступок Черногорец пожертвовал собственным жильем ради того, чтобы дети занимались спортом И которая Титова с ним познакомилась и сейчас все расскажет Евгений Концеренко уже с детства знал, что посвятит свою жизнь спорту Будучи мальцом записался на бокс, на ринге провел больше 10 лет Но кулаками не всегда заработаешь и спорта пришлось уйти Боксерские перчатки пылились почти 8 лет, прежде чем Евгений снова надел их Для ринга уже был староват, а вот тренировать мальчишек в самый раз Путь к тренерству начался со школы, куда бывший боксер устроился учителем физкультуры Ребята сразу его полюбили, желающих заняться боксом оказалось много Евгений принял серьезное решение – купить спортзал Пришлось сделать такой шаг, поменять свое собственное жилье, квартиру И взять небольшой кредит и выкупить это здание То есть зашел, конечно, в большие долги И пока неизвестно, как это все сложится Но родители поддержали, все как бы согласились, решили, что если что будем помогать Все понимаем, для чего это и для кого это прежде всего Сегодня этот спортзал стал вторым домом для десятка черногорских мальчишек Здесь у ребят есть свои тренажеры, комната отдыха и даже ринг Тренировки проходят ежедневно К ребятам Евгений спешит сразу после урока в школе А иногда приходится размять парней до начала занятий Юные боксеры готовы проводить в зале дни напролет в погоне за заветной мечтой – титулом чемпиона С таким тренером, уверены ребята, она обязательно осуществится Он хороший тренер, всегда объясняет правильно Что мне сразу понравилось, хорошо объясняет, всегда поможет, поддержит Он помогает в ринге, дает советы на соревнованиях с нами все время Он очень хороший человек, он всегда поддерживает в любой ситуации В школе его все любят, и у нас в зале тоже Сегодня воспитанники Евгения Конциренко активно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях С пустыми руками возвращаются редко Все победы юных боксеров тренер отмечает флажком на карте На следующей неделе еще один появится на Томском Ребята отправятся туда на областные соревнования В победе мальчишек сомневаться не приходится Остается пожелать им удачи и дальнейших успехов Весна традиционно ассоциируется у нас не только с теплыми лучами солнца Но и с лякотью, которая остается от таяния зимних артефактов В условиях, когда кругом то грязь, то лужи Каждый спасается как может и хорошо, если есть резиновые сапоги А если нет? Тогда ловите лайфхак от российского школьника Мальчик не нашел ничего лучше, чем использовать простой полиэтиленовый пакет Все мы с вами на уроках физкультуры для чего-то прыгали в мешке А тут тот же принцип, но куда полезнее Забавно в этом ролике и то, что когда паренек дошел и снял пакет На ногах у него оказались резиновые сапоги Он, видимо, просто решил их поберечь Да и мама с папой сердиться не будут Возьмите этот способ на вооружение, если вы не хотите расстраивать себя и родных Тем более, что Хакасия попала под снеговой фронт Осадки в этот понедельник ожидаются на всей территории республики Пока радует одно, в течение дня температура выше нулевой отметки А вот ночью по-прежнему стабильный минус Но как бы там ни было, световой день прибавляется и на сегодня составит 12 часов 30 минут А теперь к подробному прогнозу синоптиков Пусть Абакань и Черногорске схожие данные Днем плюс 3, а ночью уже 7 со знаком минус Облачно и пасмурно, без осадков Утром вероятен кратковременный дождь Юго-западное направление ветра В Сорске в течение дня плюс 1, после полуночи минус 11 Облажной снег и туман, ветер слабый В Саиногорске значительная облачность Утром прогнозируют дождь со снегом, к обеду снегопад Дневной показатель плюс 5, а в сумерках минус 2 И в Беи погоду штормит Небо затянуто, снег с дождем и замерзающий туман Плюс 1 днем и минус 5 ночью Ожидают усиление ветра В Белом Яре в светлое время суток снегопад По прогнозам плюс 4 днем, после заката 7 морозов В Аскизе небо затянуто облаками Облажной снег, светлое время нулевое градус, а ночью минус 5 Легкий ветер с порывами В Баграде ситуация не лучше Значительная облачность, снег падут раздождем Дневной градус минусовой 3 ниже нуля, а после полуночи минус 11 В Шыра в обеденные часы минус 1, а в ночные минус 9 Пасмурно вплоть до вечера прогнозируют выпадение снега Легкий северный ветер А в Абазе погода не лучше На небе пасмурно туман и облажной снег Термометр днем покажет плюс 2, а вот ночью 5 морозов В Таштыпе не лучше, хотя днем плюс 3, ночью заморозок 5 градусов И в Копьево погода особо не порадует Значительная облачность и снегопад В светлое время суток минус 1, в темное время прохлада до минус 9 Легкий северный ветер В Абакане сегодня облачная погода, осадков нет В полуденное время плюс 4, после полуночи минус 7 Слабый северный ветер с небольшими порывами Комфортная влажность, очень высокое атмосферное давление Магнитное поле спокойное, ультрафиолет низкий, убывающая луна Как и обещали, внесем порцию мистики в наше утро Ведь у нас в гостях сегодня необычные люди, которые приехали специально из Красноярска на это интервью Итак, военный экстрасенс, нумеролог, основатель школы сверхспособности Викталий Баграт Со своей супругой Витой, которая тоже является экстрасенсом Доброе утро Доброе утро Виталий Баграт, военный экстрасенс, астролог, ученый-мистик Майор запаса, служил в спецгруппе военных парапсихологов Главного разведывательного управления Министерства обороны России Окончил военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина Обучался военной экстрасенсорике парапсихологии по программе Мюнхенского института парапсихологии Привлекался для выполнения военных задач, поиска людей и техники, медицинских экспериментов Имеет личные благодарности от Ельцина и Грачева за выполнение специальных заданий Виталий, в вашей биографии указано, что вы родились в Москве Работаете вы по всей России и за рубежом в том числе Но ваша малая родина Хакасия, это верно? Да, совершенно верно, моя малая родина Хакасия Я родился в селе Баграт, это буквально здесь недалеко Но жила там всего лишь до 7 месяцев Потом родители переехали в Усть-Убакан и уже из Усть-Убакана Москва То есть вы не родились в Москве? Да, совершенно верно, я родился здесь в Хакасии А вот фамилия Баграт, она как-то связана? Ну, она, это псевдоним мой рабочий То есть по месту рождения, да, можно сказать? Да, я захотел таким образом увековечить с селу, где я родился и взял такое псевдоним Вы официально признанный специалист в области экстрасенсорики Скажите, вот как давно наши военные пользуются помощью экстрасенсов? И что, собственно, они делают? Всю жизнь, сколько я изучал историю и начал служить в вооруженных силах Особенно, когда попал в военную группу военных экстрасенсов Три года нас обучали, начиная еще со Сталина Вольфа Мессинга ему предсказывал Потом уже по настоянию Вольфа Мессинга в разведке, в генеральном штабе Образовали группу И в конце концов в эту группу стали уже набирать людей со всех вооруженных сил С такими способностями, как у меня Вот я туда и попал Ну, кроме поиска людей, техники, что еще делать? Техника, поиск людей Ну, так как в народе принято у бабушек называть порча, с глаз проклятия Мы занимались здоровьем первых лиц Оберегали их энергетически, психически, как угодно А в 2014 году я был на международной пресс-конференции по космоэнергобезопасности Где читал доклад И там были все экстрасенсы со всех вооруженных сил мира А что такое космоэнергобезопасность? Ну, такой термин сложный Современному миру компьютерам к электронике Космос, энергия, информация и безопасность информации Так же, как существует Касперский, он охраняет компьютер от вирусов Так же существовали и существуют военные экстрасенсы Они охраняют первых лиц государства от вируса От атак психических, от порчи, от сглаза, так называемой, как в народе говорят Ну, а вы прям прикасались к первым лицам? Конечно, у меня, я когда служил в Буденновске начальной комштаба Я рядом сидел с Путиным во время заседания, это был еще 99-й год С Ельциным, с Павлом Грачевым Здорово, конечно, слушайте Ну, а бывало такое, что реально какие-то были психологические атаки на наших руководителей? Конечно, бывало, конечно, конечно Да, они очень сильно чувствуются Так же, как есть люди чувствительные к слуху, на звук, к запаху, на обоняние, к свету, резкие вспышки света А я с детства чувствительный вот такие на эмоциональные вспышки Когда обо мне думают, ну, как вы все знаете, и женщины, в частности, о вас думают, у вас лицо горит, щеки горят Ну, да У вас, получается, ваш дар с рождения, да, с вами? У Виты, я так насколько понимаю, что он был не с рождения Вы, кстати, работали у мэра Тольятти, да, тоже в качестве экспресса? Да, я работала у мэра Горта Как ваш дар открылся? Мэра открылся во время первых родов У меня случилась клиническая смерть После этого, когда ребенку было 2,5 месяца, у меня открылись вот эти вот способности Я стала видеть внутренние органы человека Стала знать дату рождения, число и месяц и год любого человека И меня пригласили работать в медицинском центре Визави в качестве человека рентгена Я там отработала 4 года И ездила в мэрию, тоже там, как бы, определенные задания выполняла Виталий, скажите, вот вы основали школу сверхспособности Скажите, неужели столько много людей в России, во всем мире, у которых есть какие-то способности? Вы знаете, абсолютно все обладают этими способностями Абсолютно все люди, кого только ни возьми Вся проблема в том, куда направлен взгляд человека Если он постоянно в материальном мире, достижение средств, достижение в политической какой-то там лидерской должности Тогда у него эти способности затухают Но как только обращаешь взгляд внутрь себя Этому учат нас и Библия, и Коран, и Бхагавадгита, и Лао-Дзи-Дао-Дзин Все религиозные источники Сразу они начинают раскрываться Вот как я занимался Я сидел в черной комнате По 2 недели, по 2 месяца полностью в черной комнате Пил только воду и сидел в черной комнате Были времена, когда меня жена отвозила в горы, в лес Благословила, я уходил в лес, раздевался Жил там голым, без еды, без ничего, без воды Потом меня забирало, через 2 недели назад приезжало на машине Я спускался, весь никакой, весь в блаженстве находившийся Это такой вот, скажем так, аскетический образ достижения способности А домашний, простой способ Это рисуешь черную точку на белом листе бумаги На нее смотришь пристально, час, два, три, сколько сможешь На протяжении месяца, года, полугода И начинаешь видеть эмоциональное состояние свое, психическое Начинаешь видеть эмоции, чувства, как приходят, уходят Начинаешь видеть, как мысли приходят, уходят Виталий, ну, я вот посмотрела некоторые записи телепрограмм с вашим участием И все пытаются проверить ваши способности Но, собственно, вы от этого и не отказываетесь Я никогда не отказываюсь Поэтому мы для вас тоже приготовили задание Здорово Смотрите, вот это конверт В нем находится некое изображение Вы можете сказать, кто или что там изображено? Можно конверт? Продолжение следует... Продолжение следует... Такое ощущение, что вы Честное слово Наверное, остановлюсь на вас Давайте Ага, приоткроем завесу тайны Действительно, на этой фотографии есть я Ну, как бы я и волновалась, собственно, по этому поводу Это вот свадебная фотография Да вы что? То есть я на ней, правда, есть Вот так вот, здорово Ну, отлично, конечно, это все впечатляет очень сильно Спасибо большое, что заглянули к нам этим утром Нашли время Приехали специально из Красноярска Рано утром с поезда, собственно говоря, сразу к нам Желаем вам, конечно же, успехов в дальнейших И хорошего дня Мы к вам еще приедем Спасибо Спасибо большое Удачи вам Напомню, в гостях у «Утро Хакасии» сегодня был военный экстрасенс-нумеролог Основатель школы сверхспособности Виталий Баграт И его супруга-экстрасенс Вита Баграт На очереди у нас звездный прогноз Оставайтесь с нами Овны, сегодня вы найдете вдохновение в помощи другим Если почувствуете, что ваша идея глупая Не игнорируйте это чувство, чтобы потом не выглядеть смешно Тельцы, у вас возможны долгожданные новости Если хотите уберечь свои нервные клетки Тогда по возможности просто останьтесь дома Близнецы, если кто-то проявит по отношению к вам агрессию Постарайтесь не отвечать тем же Раки, если вы не упустите возможность То сегодня сможете заработать уважение коллег А хорошее настроение поможет вам в важном деле Львы, если сегодня вы не будете знать, куда себя деть И чтобы такого сделать, просто купите лотерейный билет Девы, если сегодня вы попадете под влияние собственной лени То потом нескоро сможете наверстать упущенное время Весы, не позволяйте всяким мелочам испортить свое настроение А прогулка перед сном подарит свежей голове новую гениальную идею Скорпионы, сегодня звезды благословляют вас на разрушение стереотипов Если вам предстоит знакомство с новыми людьми, абсолютно ничего не стесняйтесь Стрецы, целый день в вашей душе будет сиять солнышко Своим настроением вы с легкостью сможете поднять настроение окружающим Козероги, не пытайтесь сегодня успеть все Лишние нервотрепки вам ни к чему Размеренно занимайтесь самым важным делом, не распыляясь на мелочи Водолеи, сегодня вам представится возможность максимально проявить все свои таланты Проведите день по принципу «найди что-то хорошее в каждом человеке» Рыбам не следует проявлять инициативу и помогать тем, кто вас об этом не просил Иначе ваша услуга может оказаться медвежьей Завещание Для многих из нас в этом слове есть что-то пугающее Потому что в сознании прочно засел стереотип, что оно пишется на смертном адре Некоторые даже считают написание завещания дурной приметой На самом же деле это очень важный документ Для чего нужно завещание и как его правильно оформить Расскажет Наталья Чудина Завещание, если совсем просто Это документ, по которому выбранному вами человеку достанется ваше имущество В случае безвременной кончины Итак, первое, что нужно сделать Составить сам текст завещания Второй шаг Оформить и заверить документ на специальном бланке у нотариуса Но бывают и исключения Если это тяжелобольной и он находится в больнице То завещание может удостоверить только главврач Либо заместитель главного врача по медчасти Иные врачи, они могут делать завещание удостоверять Исключение из этого правила составляет, например, дежурный врач Если в это время отсутствует главврач и его заместитель на рабочем месте Если это воинская часть, командир воинской части Если это плавсредство, судно какое-то, то командир В течение месяца завещание должно оказаться у нотариуса Иначе потеряет законную силу На этом этапе проверяется дееспособность автора и условия документа Составляется завещание в двух экземплярах Один остается у нотариуса, который вносит сведения в единую информационную систему нотариата Чтобы в случае спора или утери бумаги можно было восстановить ее текст Обратим внимание на то, что даже правильно оформленное завещание Не дает стопроцентного права владения имуществом Часть наследства в любом случае получают так называемые обязательные наследники 1149-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации Предусматривает, что право на обязательную долю в наследстве Независимо от того, указаны они в завещании или не указаны Имеют родители, дети, супруги и иные родственники, которые находились на иждивении на срок не менее года То есть это подразумевает под собой не только получать какое-то содержание Но и совместно еще проживать с наследодателем Если же завещания нет, все имущество перейдет к наследникам по очередности родственных отношений Этот порядок установлен Гражданским кодексом Достаться им могут и долгим Поэтому прежде чем вступать в наследство, лучше выяснить, есть ли они и в каком количестве Наши соотечественники стали значительно экономить на одежде и развлечениях На эти цели россияне в прошлом году сократили больше половины своих расходов Такие данные приводит агентство Нильсен Аналитики уверяют, на падение продаж повлияло не столько экономические факторы Сколько то, что современные потребители стали более разборчивы Они дольше раздумывают над покупкой и возвращаются в магазин по несколько раз И чтобы исправить ситуацию, ритейлерам приходится придумывать различные акции и маркетинговые решения А нам это только нравится И чем выгоднее предложение, тем лучше, не правда ли? А вот на чем не сэкономишь, так это на национальных костюмах Их пошив – дело дорогое Без помощи извне порой не обойтись Хакнияли и общество востоковедов в этом году выиграли президентский грант На его средства кандидат филологических наук Раиса Абдина Планирует проводить уроки шитья хакасских нарядов в малых и отдаленных селах республики Давайте познакомимся с ней в рубрике «Успеваем» Я думаю, что хакасское платье жить несложно И каждый желающий может шить себе хакасское платье Согласитесь, утверждение спорное И начинающий швее трудно представить, что отрез ткани длиной в 3,5 метра Буквально через пару дней превратится в традиционный «хагенек» В переводе с хакасского повседневное платье Однако это именно так, если следовать рекомендациям этого пособия, утверждает Раиса Абдина В этом пособии приведено два варианта При метровой ширине и при полуторной ширине ткани Здесь будем сейчас раскраивать ткань при ширине 1,5 метра Посередине у нас отмечена длина изделия Измеряем До пола, да? До пола Метр тридцать три То есть она у нас прокладывается посередине, вот она длина Раньше умелые мастерицы не пользовались измерительной лентой За основную меру длины они брали харес Расстояние между расставленными, указательным и большим пальцами Или ширину пальцев, например Вот эту точку и вот эту точку мы соединяем У нас получается вот такая вот трапеция Вот это вот плечо я как бы отмеряю примерно два пальца В среднем 3 сантиметра Вот таким вот образом Вот этот вот скос плеча Кстати, в пособии по технологии изготовления хакасского платья Подробно отмечены все точки соединения Более того, есть готовые выкройки в натуральную величину Вот это вот задняя Мы делаем спинку Поэтому таким вот образом Примерно у нас плеча Вот она, деталь спинки у нас готова Вот ничего сложного, я думаю, нет Выкроить подобную деталь Также примерно на 4 пальца я отмеряю длину Чуть-чуть длиннее делаю задний подол Можно ровный, однако раньше делали шли Изнутри подол подшивали широкой полосой материи Благодаря чему он становился тяжелее и не прилипал к ногам Перед платье выкраивали так же, как спинку Только длиной короче Вот здесь мы отмеряем примерно на 7 сантиметров Спереди Да, спереди Вот она у нас передняя часть Следующий этап – воротник и рукава По схемкам здесь видно, что с чем соединять То есть я уже соединила Я выкроила Н Вот такой вот рукав Соединила заднюю половину и переднюю половину Обработала срез и сделала рукав Верх его оформлен сборками По их закладке и густоте раньше определяли квалификацию мастерицы Чтобы облегчить процесс, Раиса Абдина, можно сказать, изобрела специальный прибор Изначально я пробовала сделать его из вилки Я из пластика отрезала лишние зубчики Оставляла только два зубчика и делала при помощи нескладки Но складки тогда получались широкие А чем уже и меньше равнее складка, тем красивее смотрится платье Затем я использовала шпильки, между которыми вставляла спичинку Обматывала резиночки Сейчас это круглая стальная проволока Кончики которой мастер обработал, чтобы не цепляли ткань Сделала такую основу из резинки, которая не скользит в руках Потом она что гибкая, можно ее вот так вот использовать Даже саму проволочку он закрасил светоотражающей краской На тот случай, если вдруг она в темноте потеряется Чтобы ее можно было легко найти И мы так вот между собой даже название придумали Ширенды, что в переводе с Хакасского означает «складки» Очень-очень просто, очень быстро Такую шпичку надо Да, твоя игрука не сломается Нет, она именно такой толщины придумала Да, она перешагивает постоянно Дальше сборка изделия Ее схема тоже есть в пособии, которые уже поступила в библиотеке Хакасии А жители малых и отдаленных сел республики Познакомят с технологией изготовления Хакасского платья В ходе практических занятий Наиболее способные ученицы будут приглашены для участия в конкурсе мастеров Призом для лучших станут швейные машинки Так что начинайте учиться шить Успевайте! В интернете набирает популярность новое видео На котором неизвестные, но по всей видимости Очень находчивый и музыкальный человек Наигрывает мелодию Внимание на пяти калькуляторах Давайте вместе насладимся этими волшебными звуками А что интересного есть на просторах нашего местного Хакаснета Узнаем из рубрики соцсети сегодня Ловите порцию позитива Вот что прислали в нашу редакцию Екатерина Романова пишет Очень хочу к вам в рубрику Смотрите на девушку и ее любимцев По нам так очень мило получилось Танцы-танцы на уме у абаканцев Ирина Тапкасова снимала на видео своего мужа У которого ну очень хорошее настроение Это что за цены? Кошмар! Так и живем, говорят, иркутяне Ищут на прилавках товары по акции Когда ищешь наггетсы по скидону? Видео о доброте В Красноярске прямо на дороге загорелся вас Но доблестные сотрудники ДПС В стороне не остались Помогли потушить Если вы стали свидетелями чего-то необычного и интересного Прислайте свои фото и видео Ватсап, Вайбер или Телеграм По номеру, указанному на экране Субтитры сделал DimaTorzok